Я человек простой, вижу полицию, думаю, что за мной. Последние несколько недель активно показывают нам, что держать язык за зубами – это лучшее, что может себе позволить оппозиция. В противном случае клеймо «Иноагента» обеспечено. Хотя я не исключаю, что скоро статус «Иноагента» станет отличительным знаком по-настоящему хорошей журналистики. Поживем-увидим. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». С вами Юля и мы начинаем. Вслед за ограничением работы ФБК, признанием «Медузы» и «Иноагентом» «Камни в огород» попадали и в сторону главного журналиста и ведущего редакции Алексея Пивоварова. Росгвардия обвиняет его в подделке документов, которые он предоставил для получения лицензии на оружие. Речь, в частности, идет о медицинской справке, которая и стала предметом спора и аннуляции всего пакета документов на оружие. В сети ситуацию связывают исключительно с журналистской деятельностью бывшего НТВшника. Но, несмотря на свой острый язык, Пивоваров никогда не переходил грань разумного, давая зрителям возможность самим делать выводы. Как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Сам Пивоваров заявил, что с 2008 года у него действительно есть газовый пистолет, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году он последний раз продлевал на него лицензию. И тогда никаких вопросов к персоне журналиста не возникло. Почему эта тема поднялась именно сейчас, Пивоваров не знает. Зато догадываемся все мы. В случае, если полиция докажет его виновность, ему может грозить наказание до двух лет лишения свободы. А вообще, то, что власть всерьез взялась за журналистов, говорят не только средства массовой информации, но и реальные задержания. На этой неделе в поле интересов полицейских попали журналисты «Дождя», «Эхо Москвы», «Медузы» и «Комсомольской правды». Все они работали на митинге 21 апреля. Также напомню, что за свою точку зрения гонением подверглись и некоторые сотрудники бюджетных предприятий. Дышать в спину ближнему своему теперь стало опасно, не зная, что прикрутят то ли организацию митингов, то ли клеймо иноагента. Он даже на стене им мешает. Портрет Навального на трансформаторной будке в Петербурге не провисел и четырех часов. Прибывшие на место непонятно какого происшествия оперативники заставили сотрудников Россетей закрасить уличный арт-объект. Быстренько, так знаете ли, отреагировали. Так что если у вашего дома где-то сыпется фасад, отваливается штукатурка или просто не устраивает цвет, теперь вы знаете, как заставить управляющую компанию сделать вам косметический ремонт. И если честно, я вообще не понимаю агонии. У нас, например, весь Екатеринбург в граффити. Если это красиво, уместно и не призыв к свержению власти, то почему он не может украшать серую безликую трансформаторную будку? Куда приятнее смотреть на улыбающееся лицо кого угодно, чем на мазню горчично-безобразного цвета. Согласитесь, было и стала разница очевидная. Кстати, в четверг в Петербурге по данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме, причем совершенное группой лиц из политической ненависти и вражды. Но, как выяснилось, на этом нападки на Навального и ФБК не закончились. Челябинское МВД предъявило штабу оппозиционера иск более чем на 2 миллиона рублей. Суть иска – переработка полицейскими в январские митинги. Большинству из них пришлось выйти на службу в нерабочее время, за что им и положена материальная компенсация в 2 миллиона 155 тысяч рублей. Только почему оплачивать должны те, кто своими налогами уже заплатил за действия полиции? Митингующие полицейских на свой праздник не вызывали. Это был сугубо индивидуальный междусобочек, не имеющий цели кому-то навредить. Ну и плюс по телевизору нам постоянно говорят, что народу на митинги выходит крайне мало, а фото оппозиционеры обрабатывают в фотошопе. Зачем тогда, вот зачем вышли эти 2,5 тысячи полицейских? Ведь защищать-то было некого, да и нет кого. А вымогательство уже началось. Тоска по локдауну заставила господина Медведева вновь заговорить о сокращении рабочей недели. С такой инициативой зампредседателя Совбеза уже выступал летом 2019-го. Но тогда это не было принято всерьез. Затем мы пережили дистанционный формат занятости, предложение омбудсмена потяевой отнять один рабочий день только у женщин. И вот снова перешли на бездискриминационный формат народозамещения. Движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике. И вот что интересно. Выгоды от подобного решения не видят ни работодатели, ни сами работники. Потому что в первом случае финансовое бремя ляжет на собственника компании. Во втором случае работник просто лишится части своего заработка. А я вам скажу, что в большинстве организаций эту проблему решат в ущерб интересам работника. И вопреки статьям закона, в одном случае просто раскидают 8 часов в пятницу по четырем оставшимся дням недели. Или же предложат вам поискать другую работу. Но самое главное, мне непонятно, а какую цель преследует господин Медведев. Если цель убить бизнес и подорвать экономику, то правильной дорогой идете, товарищ. А может быть, варианты есть у вас? Пишите в комментариях, пообщаемся. Очень надеюсь, что если инициативу и примут, то она будет носить рекомендательный, а не обязательный характер. В противном случае по пятницам больше не рожаем. Россия – щедрая душа. А душа Единой России, похоже, еще и не самая умная. На этой неделе представитель партии Калининградского отделения Артем Леваков решил продемонстрировать своим подписчикам в Инстаграм щедрость и заботу. Та-дам! Отгадайте, что это? Бинго! Это одни из самых дешевых товаров с конфетных полок. Но главное не это, а то, куда и кому Артем их подготовил. Догадываетесь? А вот теперь будет совсем не смешно. Это подарки ветеранам на День Победы. Ну, наверное, это называется интеллигентным русским словом «обосраться». Именно так это и называется, гражданин Соловьев. И тут я с вами впервые и полностью согласна, потому что так может выглядеть только оскорбление ветерана, а никак не забота о нем. И дело тут даже не в том, что подарок относительно недорогой, а в том, что у многих ветеранов есть проблемы со здоровьем, включая диабет. И вот такой сюрприз может стать для них фатальным. Но зачем об этом задумываться молодому и здоровому Артему? Он же тяжелее айфона, ничего в руках не держал. Но самое главное, как такой позор допускает партия президента? Я бы поняла, если бы Артем подобный набор, и то лучше бы его заменить на реальный чай, собрал для ветеранов от своего имени. Я бы первая освещала это событие с аплодисментами стоя. Но нет, это подарки от партии. По разным данным, в России сегодня проживает около 50 тысяч фронтовиков. Ветераны составляют вдвое больше еще часть инвалиды войны. И вроде бы, если верить властям, каждый из них получает в районе 40, а то и 60 тысяч пенсий. И спасибо за это, если это, конечно, правда. Но тогда почему существует проект «Мечта ветерана», где люди, которым уже около ста, до сих пор мечтают о ремонте крыши или новом слуховом аппарате? Что, вот скажите мне, что мешает президенту закрепить территорию с ветеранами за определенными российскими олигархами? Ну, за теми, у кого зарплата в день достигает 5 миллионов рублей. И купленная стиральная машина ветерану, ну, никак не отразится на их доходах. Да знаете, я вам больше скажу. Оказывается, и для шнура сумма в 1 миллион долларов – это недостойное вознаграждение. Сейчас мне предложили, значит, за концерт Ленинграда миллион долларов. Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену. Это я к тому, что по-настоящему состоятельных людей в России превеликое множество. А мы продолжаем кормить ветеранов птичьим молоком и собирать им смс-ками деньги на слуховой аппарат. И, наверное, отчего мы еще хотим, если на ближайших выборах нас ожидают кандидаты вроде Юлии Волковой. Это та, что пела... По уровню маразма нас и действительно не догнать. А мы еще не определились. В четверг в СМИ просочилось сразу две противоречащие друг другу новости. Официально Россия возвращается к доковидным показателям смертности. Неофициально власти готовятся к третьей волне COVID-19. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. Правда, при этом тут же удивительно восклицает, что искренне не понимает политику Кремля, который ратует за вакцинацию, но скрывает масштабы эпидемии. И тут как бы становится даже интересным, чья возьмет. Ведь там, где в глубинках выстраиваются очереди за вакциной, в больших городах выстраивается очередь за желающими вакцинироваться. Две третьих россиян, по мнению Левада-центра, не собираются испытывать вакцину на себе. Оставшаяся треть это, видимо, те, у кого телевизор еще не отобрали. А еще есть информация, что пенсионеров в Москве на вакцинацию завлекают сертификатами в одну тысячу рублей. Короче говоря, все как обычно, ложь, п***дешь и провокация. Как-то так. Но у меня на этом все, друзья. Я напоминаю, что второй выпуск итоговых новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, выражайте симпатии, подписывайтесь. Мы всегда рады новым друзьям. Всех люблю. Пока-пока.